ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Если еще одна инициатива МВД, связанная с техосмотром, будет реализована, то с облегчением смогут вздохнуть миллионы российских автомобилистов. Идея касается отмены и проверки лобового стекла на наличие трещин при прохождении ТО. Также полицейское ведомство предлагает отказаться от проверки исправности обдува лобового стекла, системы отопления, дверных замков и механизма регулировки сидений. Ранее сообщалось, добавлю, что вскоре процедуру техосмотра упростят за счет упразднения некоторых обязательных пунктов. Это в том числе наличие огнетушителя и аптечки. ТРАССА 101 В этом году по числу угонов в России лидируют автомобили марок Hyundai, Kia и Toyota. Список составлен на основе данных страховых компаний, в том числе Росгостраха и Ресогарантия. Также в пятерку брендов, на которые угонщики покушаются чаще всего, попали Lexus и Mitsubishi. Кроме того, большим вниманием злоумышленников стали пользоваться китайские автомобили. ТРАССА 101 Программу льготного автокредитования в следующем году могут распространить на российских учителей. С такой идеей выступил Минпромторг. Ранее купить новую машину со скидкой могли медицинские работники, граждане, у которых никогда не было авто, семьи с детьми, а также те, кто сдает свое старое средство передвижения по трейд-ин. Точная дата запуска программы не определена. ТРАССА 101 Перечень самых покупаемых в нашей стране поддержанных автомобилей с дизельным двигателем в этом году возглавляет Ford Transit. На второй строчке находится его немецкий конкурент Volkswagen Transporter. Далее идут сплошь внедорожники Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg и Land Cruiser Prado. Впрочем, доля дизельных авто в общей массе по-прежнему невелика. Один из факторов дороговизна солярки. ТРАССА 101 Перед многими из нас однажды встает вопрос оформления наследства на автомобиле. Все процедуры необходимо осуществить в соответствии с законом. Подробнее об этом расскажет руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Наша компания предоставляет услуги по оценке автомобиля для наследования данного транспортного средства. Здесь необходимо предоставить документы, тот, кто вступает в наследство, и документы на автомобиль. Даже в данном случае автомобиль не обязательно осматривать. Можно делать это и без осмотра, потому что бывает, что невозможно автомобиль показать. Делаем документы, которые требует нотариус, и после этого человек спокойно вступает в наследство. Занимает по времени больше трех дней, я еще ни разу не держу. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова